Визит Ван И в США. Министр иностранных дел КНР выступил в Центре стратегических и международных исследований. В поисках роста министры финансов G20 собрались на саммит в Шанхае. Борьба с вирусом. В Гуанчжоу выписан из больницы пациент, перенесший лихорадку Зика. Своё выступление в Вашингтоне глава МИД Китая начал с оценки экономической ситуации в стране. Ван И рассеял опасения касательно будущего китайской экономики, заверив твёрдой приверженности политике реформ и открытости. Довольно подробно министр остановился на центральных задачах китайской дипломатии. Одной из важнейших Ван И назвал усилия, призванные помочь другим странам понять выбранный китайским народом путь социально-экономического развития. Вторая по значимости задача сохранения миропорядка, установленного итогами Второй мировой войны. Третья реализация госпроекта «Один пояс, один путь». Четвёртая заключается в защите интересов Китая за рубежом, а пятая в увеличении влияния в решении международных вопросов. С учётом этих задач планируется выстраивать и китайско-американские отношения нового типа. Речь идёт о создании новой модели взаимодействия, при которой каждая из сторон получает выгоду. Мы считаем это верным направлением и вместе с американскими коллегами движемся к поставленной цели – укреплению взаимопонимания и диалога. Завершая выступление, глава МИД прокомментировал ситуацию на корейском полуострове. Он подчеркнул, что Китай решительно против появления ядерного оружия как на севере, так и на юге. Политик также назвал динуклеаризацию единственным возможным способом решить существующие на полуострове проблемы. В Шанхае собрались главы Минфинов и управляющие Центробанками стран Большой Двадцатки. Сегодня здесь открылся финансовый саммит. За два дня его участники обсудят происходящее в глобальной экономике и поговорят о мерах стимулирования роста. О главных темах и возможных результатах дискуссии в продолжении выпуска. На саммит финансовой столицы Китая инвесторы со всего мира возлагают особые надежды. Нестабильность фондовых бирж Китая, Японии и Европы, а также резкая волатильность сырьевых рынков порождают все больше вопросов о том, что будет дальше. Ведь прогнозы и теории все чаще идут вразрез с реальностью. Эксперты рассчитывают, что в Шанхае обсудят вопрос о координации усилий по поддержке мировой экономики. Согласованные меры должны учитывать интересы всех сторон, ведь время финансового эгоизма безвозвратно ушло. Во всем, что касается торговли и валютных курсов, никто не должен искать для себя выгод за счет остальных. Все страны сейчас взаимосвязаны. Кто-то говорит, что Китай экспортирует меньше, чем США импортируют. Но если в Китае начнутся проблемы, то штатам придется сократить глобальные инвестиции. Первостепенной целью «Большой двадцатки» остается борьба с рецессиями. Группа 20 ведущих экономик мира была образована после азиатского финансового кризиса в 1997 году. Именно для того, чтобы выработать совместные меры для стабилизации мировых рынков. Со временем такой формат дискуссий доказал свою эффективность. Хотя китайские специалисты полагают, что G20 еще не полностью раскрыла свой потенциал. «Большая двадцатка сейчас в фазе трансформации. Входящие в нее страны меняют свои подходы к разрешению кризисов и долгосрочной стратегии развития. В будущем роль G20 в глобальной финансовой политике и координации будет только расти». Мировой экономике не удается выйти на путь устойчивого роста уже более семи лет с момента финансового кризиса 2008 года. Участники G20 договорились отказаться от сиюминутных выгод в пользу долгосрочного процветания. Хотя результаты такого подхода пока не проявились. 1 декабря 2015-го председателем «Большой двадцатки» стал Китай. Поэтому в Пекине более чем заинтересованы в результативности нынешнего саммита. «Мы решили сделать приоритетную дискуссию о проведении структурных реформ. Это позволит нам добиться реальных результатов в период председательства Китая в G20». Министры финансов и главы центральных банков 20 крупнейших экономик мира в этом году проведут четыре встречи. Им предстоит не только согласовать план выхода из кризиса, но и обсудить совместные проекты строительства инфраструктуры и сотрудничества в налоговой сфере. Анни, Си Си Ти Ви. Реформа госкорпорации Китая входит в решающую стадию. Финансовые регуляторы страны определили ее цели на текущий год. Правительство намерено превратить государственное предприятие в полностью независимых участников рынка. Чтобы решить эту задачу, им придется изменить систему управления. К работе привлекут профессиональных топ-менеджеров. Причем конкурс на вакансии будет открытым. Участвовать в нем смогут все желающие. Госкомпании попросят четко определить функции советов директоров и внедрить гибкую систему начисления заработной платы. Им также разрешат экспериментировать с продажей акций своим сотрудникам. Повышать эффективность работы будут и другими методами. Предприятия смогут использовать госкапитал для инвестиций и покупки бизнес-активов. Правительство КНР будет стимулировать слияние и поглощение в госсекторе, а также одобрит привлечение средств из частных источников. Кроме того, деятельность государственных компаний станет полностью прозрачной. Их обяжут регулярно публиковать операционные и финансовые отчеты. Рост промышленного производства в Китае замедлился, но снижение темпов в допустимых пределах. Об этом сегодня заявил министр промышленности и информатизации КНР Мяоэй. Прокомментировав статистику по итогам прошлого года, увеличение показателя на 6,1% Мяоэй назвал существенным, учитывая тенденции в мировой торговле и особенности нового этапа экономического развития Китая. Министр также отметил успехи в изменении структуры промсектора. Одной из первоочередных задач в этом году он считает решение проблемы перепроизводства в ряде отраслей. «Мы будем неуклонно сокращать избыточные производственные мощности. Планируется, в частности, активнее бороться с компаниями, которым нужны постоянные дотации, чтобы осуществлять свою деятельность. В этой работе мы надеемся на более тесное взаимодействие с Госкомитетом по делам развития и реформ. Мы также будем постепенно устранять малоэффективное производство и предприятия, которые не отвечают стандартам энергозатратности, экологичности и безопасности». В провинции Гуандун выписан из клиники пациент, перенесший лихорадку Зика. Это был второй ввозной случай. Мужчина подхватил вирусы в Венесуэле. Всего же на территории Китая выявлено пять случаев заражения. Четверо пациентов в стабильном состоянии. Продолжение темы в сюжете далее. Из восьмой народной больницы города Гуанзо выписан первый в провинции Гуандун пациент, заразившийся вирусом Зика. Как сообщили в администрации клиники, после успешного двухнедельного лечения пациент полностью выздоровел и отправился домой. «У него прошли такие симптомы заболевания, как повышенная температура и кожная сыпь. Работа печени полностью восстановлена, анализы на вирус Зика отрицательны. Ничто не мешает выписке пациента». Управление миграционного и карантинного контроля провинции Гуандун 12 февраля выявило симптомы опасного вируса у одного из пассажиров международного аэропорта Баюнь, Гуанзоу. Мужчина с высокой температурой прибыл на родину из Венесуэлы. Его немедленно направили в больницу с подозрением на лихорадку Зика. «Я не чувствовал никаких признаков лихорадки. Думал, что просто устал из-за длительного перелета». Группе медиков в Гуанзоу удалось выделить генетическую последовательность вируса. По словам специалистов, это позволит определить источник происхождения и проследить эволюцию болезни, а также поможет в разработке реагентов для диагностики и вакцины против лихорадки. «Мы продолжим исследование лихорадки Зика. После определения генома вируса мы сможем более точно определить регулярность эпидемии, возможные последствия болезни и другие характеристики. Разумеется, это поможет в создании лекарств от лихорадки». Медики предупреждают, что с приходом тепла риск распространения лихорадки Зика в отдельных регионах Китая может повыситься. Причина в росте – активность переносчиков вируса комаров. Люсей, Си-Си-Ти-Ви. В Китае повысит пенсионный возраст. Разговоры об этом шли еще с 2008 года, но сейчас власти страны решили перейти к делу. Таким образом, планируют решить сразу три проблемы. Сократить дефицит рабочей силы, поддержать экономический рост и снизить нагрузку на государственный пенсионный фонд. О том, как к этим новостям отнеслись жители страны, наш следующий сюжет. Врачу-онкологу Ли Сю Цинь – 55. Уйти на отдых по выслуге летом она могла еще в 2010-м. Но о завершении карьеры специалисты не думает. Чувствует свою востребованность, да и любимая работа ежедневно придает сил. «Мне не нужно присутствовать от начала и до конца процесса. Моя работа – провести самую сложную часть операции, так что пожаловаться на какую-то особую усталость не могу. И проблем с поздним выходом на пенсию сейчас не вижу». Специалисты-медики в Китае на расхват всегда и везде. В каждой крупной больнице запись к докторам с именем и репутацией нередко ведут за недели до приема. Чем больше клинической практики, тем больше опыта и возможностей помочь. «Я обрела уверенность в своих силах всего несколько лет назад. Было бы странно уходить сейчас, в период, который я считаю золотым в своей карьере. Если долгие годы учебы и практики дали результат, то я намерена его использовать». Но подход доктора Ли разделяют не все. Недовольны решением повысить пенсионный возраст, в основном занятые в трудоемких отраслях. Перспектива провести на производстве еще несколько лет совсем не радует заводских рабочих. Надеялся на раннюю пенсию и водитель автобуса Юань Циньшунь. «Я не смогу управлять пассажирским транспортом, когда мне исполнится 60. Это запрещают мои водительские права. Но даже если бы смог, то уверен, что выдержал бы эту нагрузку в таком возрасте». Пенсионный возраст КНР самый низкий в мире. 50 лет для женщин и 60 для мужчин. Нынешние нормы по выходу на пенсию в Китае принимали в середине прошлого века, когда средняя продолжительность жизни в стране составляла менее 50 лет. Сейчас она превышает 70, так что власти полагают, что стандарты пора менять. Люси Си 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 Ти Ви. Чтобы помнили, жители шанхайского района Хун Ко добились от местной администрации при остановке сноса исторического здания. Ему меньше 100 лет, но для города оно важно не менее, чем древние памятники архитектуры. Во время войны там размещался один из публичных домов японской армии. О борьбе за историческую память в следующем репортаже. Непримечательное двухэтажное здание в традиционном стиле шукумэнь. Он появился в Шанхае в середине 19 века, как сплав китайской и западной архитектуры. Когда-то таких домов в городе было больше половины жилого фонда. Эта постройка 1920 года особой архитектурной ценности не представляет. Но ее снос сразу привлек внимание местных жителей. Они начали в прошлое воскресенье и собирались все снести за три дня. Во время Второй мировой войны оккупировавшие Шанхай японцы устроили здесь армейский публичный дом. В самое загруженное время в нем держали более 40 женщин разных национальностей в качестве сексуальных рабынь. После войны здесь была коммуналка. Последних жильцов расселили в прошлом году. Несколько дней назад приступили к сносу. Жители района полагают, что в администрации поторопились с решением. Думаю, такие места должны быть сохранены как свидетельство китайско-японской войны, как памятники архитектуры Шикумэнь, они тоже имеют ценность. Профессор-историк местного университета Суджилянь десятилетиями исследовал вопрос сексуального рабства во время войны. Он хорошо знаком с историей дома в районе Хункоу. Этим домом комфорта управлял японский ветеран Сакашито Кумаза. Его сын был свидетелем истории женщин, которых здесь носили. В 90-м он написал книгу, где задокументированы все детали. Это здание – свидетельство бурной шанхайской истории 20-го века, его нельзя сносить. Районная администрация оправдывает свои действия тем, что здание не включено в список культурно-исторического наследия и не является охраняемым объектом. Однако там все же решили учесть мнение горожан и приостановили снос. Мы уверены, что все делается по закону, но поскольку есть разные мнения, мы приостановили процесс, чтобы пригласить экспертов и организации по защите культурно-исторического наследия и еще раз все взвесить. На улице Гунпин в этом районе во время войны было около 160 так называемых домов комфорта, сломавших судьбы тысячам женщин. Большинство зданий уже снесены. Местные жители полагают, что в оставшихся необходимо создать музеи японской оккупации. Алексей Кан, Си-Си-Ти-Ви. В июле прошлого года во время 128-й сессии организации в Куала-Лумпуре Пекин на 4 голоса обошел Алмату, которая была его единственным соперником и был назван столицей зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года. Организаторы Олимпиады 2016 в Рио-де-Жанейро раскрыли детали эстафеты Олимпийского огня. По традиции его зажгут в греческой Олимпии 21 апреля. Начнется эстафета в городе Бразилия 3 мая и завершится 5 августа на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро. Олимпийский огонь преодолеет расстояние в 20 тысяч километров по земле и 10 тысяч километров по воздуху. В общей сложности 12 тысяч факелоносцев пронесут огонь по 329 городам Бразилии, в которых проживает 90% населения страны. Это было время Евразии. Наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин